Республика Дагестан – один из субъектов Российской Федерации с перспективным географическим расположением и богатым множеством полезных природных ресурсов. Несмотря на эти положительные качества региона, республика заметно отстает по уровню трудоустроенности граждан. Нам часто приходится слышать, что основная причина оттока населения из республики – тотальная безработица. Толпы, праздно шатающиеся по городу молодежи, тоже вина безработицы. И даже в уходе в экстремистскую деятельность обвиняют безработицу. О статистике занятости населения республики расскажет Алина Хасамбекова. По версии Росстата за 2016 год показатель средней заработной платы в Дагестане составил более 18 тысяч рублей, в то время как в других регионах показатели намного выше. По официальным данным Минтруда за первый квартал 2017 года в республике трудоустроено более 50% граждан от общей численности населения. При этом по состоянию на 1 апреля 2017 года численность обратившихся за содействием в поиске подходящей работы составила около 20 тысяч человек. В содействии в трудоустройстве у нас оказано из 20 тысяч граждан 16 тысяч человек. На постоянные рабочие места эта цифра составила 5,3 тысячи граждан, на временные рабочие места 10 тысяч человек и около 1000 человек у нас трудоустроено за пределы республики. Что касается инвалидов и пенсионеров, то с начала 2017 года по итогам анализа Минтруда за предоставлением услуг по содействию в поиске работы в службы занятости населения республики обратилось 780 граждан инвалидов и около 140 граждан пенсионного возраста. Из них по данным Минтруда было трудоустроено 432 человека, относящихся к категории инвалидов и 85 пенсионеров. В Махачкале имеется центр занятости подведомственный именно Минтруду, который находится на Горьково-19. Туда обращаются у нас и пенсионеры, и инвалиды, и молодежь. Они оказывают содействие в поиске подходящей работы для обратившихся граждан. И кроме этого они оказывают и профориентационные услуги обратившимся, и услуги по консультированию, и психологические услуги оказываются. Если человек хочет открыть собственное дело, ему также оказывается услуга именно консультирования при открытии собственного дела, как вести бизнес, как составить бизнес-план. Несмотря на все эти показатели, каждый второй житель Дагестана занят поиском подходящей работы. Об официальном трудоустройстве не может быть и речи. Государственные рабочие места заняты уже наперед теми, у кого хорошие связи или полный кошелек. В вопросе о том, какие профессии наиболее востребованы и как можно заработать именно в Дагестане, мнения граждан расходятся. Бизнес, мне кажется, лучше, на рейтинге лучше стоит сейчас, чем специально. На этот диплом, в принципе, на него никто не смотрит, никто на него не реагирует. В принципе, кушают, все хотят за городом. Конечно, повара сейчас, музыканты, например, хорошо зарабатывают. Ну и строители, естественно, тоже. Стоматология, строительство. Как заработок вас устраивает или как? Заработок, да, альхамдуля, в одном цеху устраивает. Это, наверное, одно из мест, где можно заработать более-менее большие зарплаты. Я повар. Все всегда будут кушать, и эта профессия всегда актуальна. И неплохо зарабатывают. Как говорится, всякое ремесло честно, кроме воровства. Но большинство молодых людей ориентируется не на востребованность профессии, а на ее престиж. В данном случае рассматривается также и вопрос дохода той или иной профессии. Не новость, что, получив высшее образование, не все выпускники трудоустраиваются по своей специализации. У каждого свое мнение по данному вопросу. По официальным данным, в условиях развития регионов число востребованных профессий входят именно те специализации, которые были озвучены гражданами. И вот это арматурщик, на первом месте бетонщик, бухгалтер, водитель категории БЦД, вязальщица трикотажных изделий, вышивальщица, газосварщик, каменщик, кассир торгового зала, кондитер, косметик, контролер газового оборудования, контролер-кассир, кочегар производственных печей, маляр, массажист, маникюша. По мнению граждан, есть такие профессии, благодаря которым человек может не зависеть от работодателя, имея свой доход. Например, портной. Профессия хлопотная, но при наличии творческого подхода и мастерства может принести хорошую прибыль. К тому же обучение стоит по дагестанским меркам не совсем дорого. К такой категории относятся и программисты, которые при наличии собственного компьютера могут работать удаленно и в свое удовольствие. В счет начало я уже лет 10, наверное, как стабильно. Иногда бывает не успеваю. Заработок тоже хватает мне на жизнь, на семью хватает. Говорить о злободневной проблеме трудоустройства граждан и нормального заработка можно долго. Но главное, чтобы человек знал, что каждая профессия особенно по-своему. И поэтому, выбирая кем работать, важно обратить внимание не на престиж специализации, а именно на возможность стабильного заработка.